Привет, я немного не свеж, извиняюсь за свой вид. Вчера был концертик, после этого я поспал 5 часов, и я на работе. Но речь сейчас не об этом, позавчера в Питере, а в Москве прошел МФС, мы там были. Я подумал, что это отличный повод сделать новый выпуск «Беремникаемый Корщик», сделать его в таком влоговом стиле. Лично я уже соскучился по вот этой вот заставочке, надеюсь, что вы тоже. За концерт, кстати, пользуясь случаем, еще раз большое спасибо Диме Тихомирову, ему уже спасибо за аккредитацию. В этот вечер я в хорошем смысле прям прифигел от количества обнимашек, от эмо-девочек, эмо-мальчиков, это было прям очень мило. Наверное, стоило бы побольше снимать людей, которые подходят, но я как-то все время смущаюсь и боюсь, что других засмущаю камеры, не знаю, как, ну, разные люди на камеры по-разному реагируют, но, наверное, было бы здорово, если побольше вот этих всех лиц, этих людей, этих эмоций попало бы тоже в этот выпуск. Ну и да, зацените, какая вот у меня футболочка. Вчера я неожиданно сам для себя поработал на мерче у группы Solaris, Юрг Ченка подарил нам футболку. Сегодня я ее надел. Надеюсь, ролик вам понравится, буду рад, если вы осилите, досмотрите его до конца, там много всяких прикольных моментиков будет такими вкраплениями. Итак, друзья, вчера был день рождения на Мерси Радио, сегодня Emma Fest Day. И, конечно, челка – это не главное для Марии, а главное – это вот то, что вот здесь. Но, чтобы все было более канонично, я решил взять свою маленькую пловечку и повыпрямлять сегодня свою маленькую челочку, чтобы все это было более канонично, чтобы Emma Fest был более Emma Fest. Мы договорились поснимать рубрику 8 радонных групп сегодня с Solaris. Думаю, приехать пораньше, пока там нет особо еще много народа, пока еще не очень громко в клубе, чтобы как раз-таки без лишнего народа и более-менее в тишине все это проделать. Вот думаю, надевать джинсы с рваными коленками или нет. С одной стороны, все-таки уже март и рок-концерт, а с другой стороны, вечера минус 10, минус 11. Карты памяти нет. Знаете, что зато у меня есть в холодильнике? Вы, наверное, будете смеяться. Сегодня, наверное, это уместно показать. Вот что у меня есть. Спросите, откуда это? На самом деле, это лежит уже, мне кажется, пару лет. Покупалось для съемок. Мы как-то снимали выпуск Легипнисовщины. То ли про Иван, то ли про Эмо. Просто про Эмо, по-моему. Это был как реквизит. Также мы его использовали в съемках клипа. Группа в себе 2207. И он так и лежит там. Здорово. Привет. Привет. Как оно? Здорово. Да ничего, как у вас? Тебя футболка, я вижу. Как раз сейчас шли обсуждать эту группу. Это отличная группа. Ну да. Я всем рекомендую. Какая тебе больше нравится? Ранняя или нынешняя? Ну, Death Metal я не слушаю. Я Core, Dead Core, Dead Core, да. Последний альбом мне в кайф вообще. Окей. Что там у вас вы чекались уже? Почекались в клубе «Город. Бывший лес». Да. Мы сегодня идем здесь такие... Да, по-моему, мы тут были. Вроде были тут. Такой очень в связи. Да, да, да. Почекались, все прикольно, нормально. Ну, вас сейчас тут вам удобно поснимать? Ну, не знаю, вас двоих или кого-то там, других двоих. Надо внутри снимать. Ну, у вас здесь, наверное, и холодно, и шумно, и неудобно. Холодновато, да. Там темно, пиздец. У нас свет есть. Можно пойти посмотреть, а там сейчас кто-то читается. Или там тишина? Да, там чекаются. Так вот выглядит в Москве 2 марта. Казалось бы, вход где-то только через час, но тут народ уже собрался. Какой-то бэкстейджик. Ничего не видно, как здесь свет. Я пошел, вы видно с вами. Молодцы, пиздецаны. Сняли 8 рандомных групп. Общались с ганцем. В качестве зрителей были и остальные участники. Там гремят терпимость с барабанами. Там будет шум, да? Не, нормально. Шумы должны съесться. Терпимость терпается. Я доносить составчик. Привет, парни. Так, ну что, от начала концерта час. Народ уже собрался. Привет, Людя. Здорово. Привет. Ешь алкоголь? Ну да. Хочешь? Да не, я сейчас себе другого возьму. А вы сегодня будете играть? Не, не, мы сегодня с Алярицей снимали интервью. А? О, да ладно? У вас скоро концерт за 200 рублей. 15 числа, да. Ну, если сможем, то придем к компании. Отлично. Все, увидимся дальше. Все, давайте. Я твой бок смотрю. Да, молодец, спасибо. Что, по канону моему концерточков и Марята стоят по углам. Малолетки проносят спиртное недорогое, как пилбурзе. Ну и что там за история про Ганза? Давай поженимся. Я просто не в курсе. Я видел только, как Саша Челси был в прогрессе. Ну, он был на этой передаче. Мне кажется, был там довольно-таки стесняшкой. Ну, короче, какой-то очень эпичный выпуск. Я не вспомню его в мелочах, но надо просто посмотреть, и это смешно. И Юрка Черенко тоже там был, да? Ну, вроде они были как вдвоем. Вот это вот Лариса... И они искали себе жену? Гузеева, ну, видимо, да. Казалось бы, концерт уже час как идет. А заходишь в ближайший магазинчик, тусят кучи всяких челкарей и морей, затариваются алкоголем. Такие типа, о, чувак же, снова Мерси Рэддио с дневниками Корщика. Ну, что, время полвосьмого. В клубе довольно много народа. Чувствуется на свете нетикаемо Корщиком, потому что очень много людей, но и треструктуруют. Скажи, на какую группу ты пришла? На Солярис. А еще хочу послушать Энни Проблем. Терпимость тоже, но я была пять раз, но все равно. Все равно хочу послушать, они мои любимые. Все, молодец, ты ходишь. Спасибо. Я так рада тебя увидеть, на самом деле. Я скажу тебе с самого начала. Хочешь, я тебе подарю что-нибудь? Значит... Хочешь, я тебе подарю что-нибудь? Я так рада тебя увидеть, на самом деле. Я так рада тебя увидеть, на самом деле. Я так рада тебя увидеть. Гермейстер. С этими пацанами мерч и приглашали. Короче, Юра Кочеренко, Игермейстер. Игермейстер! Ладно, не будет снимать. Короче, началось все с того, что мы пошли на бар. Юра Кочеренко решил угостить нас Игермейстером. Потом мы решили угостить его Игермейстером. Слово за слово. И вот мы сидим на мерче у них и продаем футболки. Терпимость сейчас заканчивает. Солярис начинает. Здрасте. Да, я рассказываю историю, как я оказался на мерче с Олярисом. А потом подошли там остальные участники, сказали, что срочно надо здесь кому-то пойти на мерч. Юра сказал, что не хочет, я сказал, что чтобы мне было скучно, я могу с ним посидеть. Закончился тем, что Юра ушел, посидим. Я не могу хорошим. Я не могу вообще. Я не могу вообще. Да, мы уходим. Давай, когда держитесь нам в ныне, Субтитры делал DimaTorzok Короче, как только начали играть в солярии Кстати, подвигала в слэм, я остался на мерке один Обжигаюсь, мне остался только день Обжигаюсь, мне остался только день Отрываюсь на уши, задумаю снег И так нахожусь в воздух Возвращаться теперь Может проще сликнуться в кайбле Этот воздух, скорее, темно тем И я вдыхаю За двой глаза, твой рот За двой глаза, проклятие Наоборот На двой двой двойствой рот На двой 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 глаза, за двой двойствой За двой двойной коже, я взлетаю за ток Субтитры делал DimaTorzok Ну что, концерт закончился, мы соляристы на сцене собираются, мы на этом концерте провели его до конца Теперь главное успеть на свой транспорт, чтобы до дома доехать, мне оставалось 6 утра, потому что меня наработало Мы поработали на мерче, мы не были к этому готовы, мы этого не планировали, но так получилось Концерт был прикольный, спасибо всем, кто был Мне тут несколько человек спрашивали, почему в себе не выступали Но это не ко мне вопрос, нас никто не позвал, мы бы бесплатно собирали на таком концерте Я это нескольким людям пытался объяснить, но мне даже не верили, сказали, вы, наверное, просто слишком много денег просили Ну прикольно, я рад, что такие мы фесты проходят, что было много народа, что они еще способны собирать народ Спасибо организатору, надо собираться домой Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, что досмотрели ролик до конца Ну и пользуясь случаем, давайте позову вас на ближайший концертик в себе Он состоится 15 марта в Москве в клубе Life Stars Мы будем играть с группой Plushfish Билеты можно купить за 200 рублей, буду рад всех увидеть